всем привет вы снова на канале сс и в данном видео я хочу рассказать вам историю о дорожной подставе которая закончилась благополучно возможно эта история кому-то поможет избежать больших проблем так что смотрим ставим лайки ранним весенним утром я управляя экскаватор погрузчиком двигался по центральной улице города скорость моего транспортного средства было около 20 30 километров в час я ехал в крайней правой полосе внезапно перед светофором из левого ряда меня подрезает раздолбанная десятка и резко тормозит передо мной я естественно прибегаю к экстренному торможению чувствую что есть вероятность что не успею остановиться поднимая передний ковш столкновение удалось избежать расстояние между транспортными средствами было около полуметра из десятки вылазит чудо с телефоном в руках и снимает меня на камеру я естественно выражение не выбирал сказал все что о нем думаю было конечно желание физически закрепить сказанное но сдержался ведь у него камера и этот материал можно направить в нужное место я как в воду глядел на об этом позже и так дтп не получилось послав это чудо в определенное место я собираюсь ехать дальше по своим делам но не тут то было чудо из десятки встал перед моим ковшом и препятствуя моему движению в тоже время продолжая снимать на камеру утверждает что дтп все таки было и я ему что-то должен на вопрос где повреждение его авто он ответил как мудак возможно под грязью что то есть вы понимаете на экскаватор погрузчик и десятка да если бы было дтп то там явно было бы заметно повреждение фрагмент того как он мешает моему движению вы можете видеть на видео о как же хотелось мне в тот момент образумить его монтажкой но ему только этого и нужно было мне уже нужно было ехать и пора было прекращать весь этот цирк я звонил неоднократно гиддд но никто не ответил я остановил мимо проезжающий экипаж гиддд и попросил в рамках закона решить конфликт сотрудники гиддд осмотрели авто этого чудика и спросили где повреждение тот же заладил может под грязью что то есть в общем у полицейских видимо желание не было разбираться и они посоветовали вызвать другой экипаж автоподставщик вызвал сотрудников гиддд по телефону они приехали мудила из десятки попросил сотрудников составить материал о дтп и на езде на него моего транспортного средства показывал видео которое наснимал на свой телефон на что получил логичный вопрос где повреждение на его авто и какого хрена он лез под колеса трактора все эти разбирательства длились не один час подставщик упорно утверждал о дтп и на езде на него но ни повреждений ни травм не показал в данной ситуации меня порадовало адекватное поведение сотрудников гиддд но видимо чудик их допек своими требованиями и они решили составить материал о дтп отправили меня на медосвидетельствование естественно место освидетельствования показала что я был трезв я подробно все изложил в объяснительный пришлось прибегнуть к помощью квалифицированного юриста который помог мне правильно составить объяснительную в итоге весь день ушел коту под хвост на этом вся эта история еще не закончилась меня еще два раза вызывали в отделении гиддд для дачи объяснений как оказалось это неумное создание накатал на имя колокольцева заявление в котором рассказал какие сотрудники гиддд нехорошие что не хотели составлять материалу дтп и привлекать меня к ответственности и многое другое естественно обо мне заявление было много написано что я устроил дтп совершил наезд на него хотел скрыться с места дтп в общем бредятина полнейшая все это дело длилось около месяца в итоге я был оправдан по всем пунктом но чудик на этом решил не останавливаться и накатал заявление в полицию об оскорблении его достоинства о чем он какое его достоинство по моему все участники данного процесса и так поняли кто есть кто приложил видео с телефона как я его оскорбляю я же в противовес его заявлению написал заявление о клевете на этом история надеюсь закончилась дальнейших никаких действий не происходит подводя итог этой истории нужно отметить первый вопрос как избежать такого попадоса да никак дураков на дорогах полно все хотят заработать легких денег на пустом месте я уяснил для себя что в данной ситуации нужно быть как можно спокойней сдерживать свои эмоции и отстаивать свои права подробно излагать свои мысли в объяснениях и ни в коем случае не уезжать с места конфликта даже если дтп не было так как после того как вы уехали можно столько всего напридумывать и подставить по полной программе и главное приобрести видео регистратор любой хоть самый дешевый к слову у меня был установлен видеорегистратор но как назло в тот момент был выключен после этого случая я установил видеорегистратор с функцией записи одновременно с двух камер с передней и задней но об этом в следующем видео на этом видео заканчиваем желаю не попадать в подобные ситуации и удачи на дорогах ставьте лайки подписывайтесь на канал если до сих пор этого не сделали оставляйте комментарии всем пока